Приветствую вас, дорогие студенты! Добро пожаловать на очередное практическое занятие по пластической хирургии. Сегодня у нас в гостях девушка с фамилией Бедуя, а именем... Давайте я попробую озвучить это имя. Ой-ой-рвипцу-пвну. Как вы думаете, как бы имя звучало в сокращенном варианте? Ну вот, например, Ольга, Оля, или же вот если бы мы хотели к ней как-то ласково обратиться, как бы звучало имя? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а мы с вами продолжаем нашу рубрику пластического хирурга. Это Sims 4. И сегодня мне подписчик прислал вот такого вот интересного персонажа. Давайте вообще посмотрим, как она выглядит без своей шикарной одежды. Возможно, мы сейчас вообще с вами в обморок упадем. Ого-гошеньки, ничего себе, девушка. Ну, я так понимаю, что с вами уже какой-то хирург поработал, поэтому нам всего ничего нужно тут там исправить, тут исправить, здесь исправить. И вообще, наверное, везде исправить. У вас такие глаза интересные? Я таких глаз никогда не видела. Кстати, я думала, что это подводка, но это не подводка. Давайте проверим. А, это не подводка, пардон, это у нас глаза такие интересные. Ну, в общем, сегодня у нас на приеме вот такая вот девушка. Давайте ее просто бедуя называть, потому что, мне кажется, мы с вами можем немножечко ошибиться в плане имени. Но я ее, может быть, буду называть Ой-Ой. Ой-Ой сегодня у нас на приеме. Итак, даже не знаю, с чего начинать. Наверное, эту фразу я говорю в каждой серии. И, в принципе, она идеально описывает каждое наше занятие по пластической хирургии, потому что, как видите, персонажи нам попадаются очень и очень неординарные. Я думаю, что мы начнем с того, что мы и брови добавим. Потому что как-то без бровей она выглядит, ну, очень странно. Я думаю, что мы с вами попробуем... Хотя нет, наверное, не будем пробовать. Я только хотела сказать, что мы немножечко исправим. Но думаю, что с этим персонажем нужно действительно поработать подольше. А, кстати, если вам нравится пластическая хирургия, обязательно ставьте лайк. Ну и, конечно же, присылайте своих персонажей через галерею Sims 4. И, возможно, именно ваш персонаж попадет в следующий ролик. Так, давай попробуем своим носиком что-то сделать. Значит, она у нас персонаж взрослый, но, мне кажется, с помощью скинтона мы можем ее немножечко омолодить. Но она же наверняка хочет там морщинки убрать, тут морщинки убрать. И я думаю, что в этом никаких проблем не будет. Так, немножечко сюда. Давайте, наверное, сразу же и выберем скинтон. А то как-то я боюсь, мы сейчас сделаем одно, потом будем подбирать скинтон, выйдет по-другому. Что бы тебе такое интересное выбрать? Ой-ой, наша дорогая. Можно, конечно, ее так осветлить. Знаете, такое ощущение, что мы ей очень много пудры нанесли. Но думаю, что мы обойдемся без пудры. Вот этот, в принципе, скинтон мне нравится. У нее сразу, знаете, такая вот кожа гладенькая. Как будто бы она после пилингов, после каких-то косметических, косметологических процедур. Так, давай тебя сюда. Слушайте, а уже неплохо. Только у меня вопрос, что у нее с глазами? Вроде бы у нее все в порядке. Ну, то есть, как бы мы их чуть-чуть увеличили, и все равно, все равно они как-то у нее интересно размещаются. Сразу хочу все-таки сказать, что, скорее всего, мы не будем сильно над ней издеваться. Ну, то есть, мы чуть-чуть там изменим, чуть-чуть тут изменим. Просто же интересно глянуть, какой бы она была, если бы мы минимум пластической хирургии испортили, использовали. Я уже начинаю заговариваться с этой дамой, потому что она достаточно такая, вот знаете, так вот смотрится, немножко опухшей. Такое ощущение, что она весь прошлый день пила очень много воды, так литров 5-6 выпила. И все, ее сразу же вот так вот залило, затекло, или же очень много углеводов употребила. Наелась, наверное, небось, пиццей, шмицей, сушами закусила, и все. И девушка готова. Вот, смотрите, практически сразу мы получили идеальный носик. Ну, накачивать ей, делать пельмени, губы, я думаю, мы не будем, а вот глаза бы я, наверное, ей поменяла. Давайте, может быть, возьмем ей какие-нибудь карии, можно глаза, а можно такие вот золотистые. Знаете, по-моему, это цвет ореховый называют, вот. Слушайте, так она не просто помолодела, она у нас стала просто вот как пупсик, у нее кожа такая вот детская, красивая, блестящая. Давайте уменьшим ей ушки. Разрез глаз, я думаю, что мы ей, в принципе, особо менять не будем. Давай мы, нет, немножко, наверное, уменьшим, хотя нет, давайте сами глаза немножко уменьшим. Так, чуть-чуточку, прекрасно. Я думаю, что мы тебе голову чуть уменьшим, потому что мне кажется, что голова занимает половину туловища. Ну, посмотрите, у нее тазовые кости, по-моему, такой же ширины, как и голова. Вот. Мне кажется, что уже чуть-чуть глаза меньше. Она вот, знаете, такой вот, мне сейчас подростка такую бубочку напоминает. Вот, вот так вот, давай мы тебе сделаем. Подбородок у нее, конечно, длинный, но я не планирую делать какую-то супер-пупер идеальную, там, модель или еще что-то. Ну, будет длинный подбородок, ничего в этом страшного нет. У меня, кстати, было достаточно много знакомых за всю жизнь, у кого были очень такие вот высокие, ну, нет, высокий лоб обычно. Длинный подбородок, поэтому, поэтому как бы ничего удивительного. Наша ой-ой заслуживает на красивый длинный подбородок. Красивый длинный подбородок звучит забавно. Так, с губами, в принципе, все нормально, я думаю, мы чуть-чуть их можем меньше сделать, а то мы всегда часто, ну, ладно, не всегда, часто делаем губатых таких персонажей, а хочется иногда сделать какого-нибудь такого персонажа, ну, с более тонкими губами, а почему бы и нет. Брови, я бы думаю, оставлять тебе такие же брови, или же мы лучше тебе их поменяем. А ну-ка, может, потоньше или наоборот потолще. Кстати, вот эти мне бровки на ней нравятся, она какая-то, знаете, как испуганная. Мне кажется, она понимает, что мы, ребята, сейчас с ней будем делать не пойми что. И какого бы цвета тебе волосы взять? Блондинка, брюнетка, брюнетка, блондинка. Может быть, мы какие-нибудь ей цветные, кстати, возьмем. Давайте вообще посмотрим, что с ее фигурой. Что мы можем вообще сделать? Девушка, может быть, вам немножко грудь уменьшится, а то как-то у вас, ну, как-то слишком она большая для вашей головы, я уже говорила, у нее, по-моему, грудь размер... Точнее, нет, голова размером с грудь. Ну, бедра, обязательно добавим бедра. Далее, давайте ее сделаем чуть пошире. Ну, делать ее прям вот такой вот фотомодельной. Немножко животик добавим, задницу увеличим. Давай попу увеличим. Ой, как-то вот странно у тебя там аж хребет торчит, деточка моя. Тебя нужно покушать. Вот, вроде бы уже получше. Так, ножки. Ножки, такие худенькие, маленькие ножки. Слушайте, у нее размер какой? 33-34, совсем такие ножички были маленькие. Давай вот сюда тебе ножки раз. Чуть-чуть толще тут, чуть-чуть тоньше там. Ну, в принципе, смотрите, вроде бы она уже выглядит нормально. Чуть-чуть руки толще сделаем. Опять у нас песочные часы. Давайте чуть уже плечи. Ну, вот, то есть такая вот симпатичная барышня. Мы исправили все косяки предыдущего хирурга, ну, если, конечно, с ней кто-то уже работал. Здесь нормально, ножки такие. Она у нас не спортсменка, как вы знаете, она у нас спортом не увлекается. Ну, то есть видно, что у нее и тут по нулям, и там по нулям. Так, ну, вроде бы уже хорошо. Мы можем сделать ее какой-нибудь, знаете, такой неформалкой. А почему нет? У нас персонажи няшные бывали всякие. А вот я бы сделала ей волосы, например, голубого цвета. А давайте сделаем голубые волосы. И мне кажется, тогда можно взять какие-то прикольные линзы. Я бы выбрала какие-нибудь красивые, интересные глаза. Слушайте, а может что-то такое ей взять? Вот такие вот прям здоровые, необычные. Это маленькие. Это большие обычные глаза у меня были они раньше. Так, это такие. Нет, это какие-то тоже не очень. Блесточки, шмосточки. Не-не-не-не, нам надо что-то необычное для нее. Вообще вот эти симпатичные. Тут она какая-то, знаете, такая удивленная девушка. Типа, а что вы от меня хотите? Я ничего от вас не хочу, и вы от меня не должны ничего хотеть. Вот эти, кстати, неплохие, по-моему. Ух ты. Но они просто желтые. Я бы хотела действительно какие-нибудь ярко-голубые, может быть. Девочка у нас, кстати, может быть, увлекается какими-нибудь, там, косплеями, переодевается. Поэтому и выбираю для себя какие-то яркие, необычные линзы. Ну, вот мне, кстати, первый вариант, по-моему, понравился больше остальных. Нет, это совсем уже какие-то вот именно конкретно линзы-линзы. А мне хочется, чтобы они как-то на глаза все-таки тоже были похожи. Не, это неинтересно. Знаете, самое смешное, сколько я качала разных глаз, линз. Они почему-то на сайтах выглядят очень красивыми. А потом скачиваешь, ну, и так смотришь, ну, вроде бы, вроде бы неплохо, а вроде бы не очень. Напишите в комментариях, вы с таким сталкивались вообще или нет. Можно и такие ей глаза оставить, но мне почему-то понравились первые. Давайте теперь найдем, что мне понравилось. А, вот эти. Вот они какие-то, знаете, по-моему, watery eyes, как-то так называется. То есть слегка водянистые. То есть она вот прям такая бубочка. Хочется ее за щечки подергать и сказать, дорогая моя, не расстраивайся, не переживай, все будет хорошо. Значит, реснички. Реснички. Давай вот такие. Кстати, смотрите, они так ей глаза удлиняют, вытягивают и смотрятся очень круто. Раз она у нас голубоволосая, то мы ей, наверное, выберем, ну, наверное, тоже какой-то интересный, необычный макияж. Ну, то есть, чтобы она у нас совсем такая вот была необычная девчонка. Блик. Давайте лучше блеск, наверное, а то блики у нас и так как бы есть. А вот здесь будет получше. Вот, смотрите. У нее глаза, просто обратите внимание, они стали гораздо больше. Поэтому я думаю, чуть-чуть ей меньше глазки сделать. Можно, кстати, вернуть ей ее наклон глаз. Скажите, есть такой термин наклон глаз или нет? Предлагаю сразу же ей добавить какой-нибудь пирсинг. И вот это, блин, основная проблема с этим пирсингом дурацким. Посмотрите. Он, получается, проходит сквозь бровь. И у меня вопрос, зачем? То есть, получается, мы должны под пирсинг настраивать брови. Не брови под пирсинг. Точнее, не пирсинг под брови, а брови под пирсинг. Это как-то странно. Ладно, пусть такие будут. Значит, макияжец. Она у нас девчонка стильная. Мы можем взять какой-нибудь более-менее яркий макияж. Что тебе выбрать? Какой-нибудь... Ну, вот, кстати, неплохие стрелочки. Нет, полностью обведенные глаза, мне кажется, и не очень идут. Вот. Неплохо, но уж очень яркие стрелки. Давайте вот такие. Тени. Может быть, какие-нибудь тебе интересные тенюшки взять? Ну, эти мы часто используем. Это слишком ярко ей не пойдет, мне кажется. Голубые как-то странно будут. А вот эти, точнее, не голубые, а красные или розовые? Ну, нет. Я думаю, что надо выбрать что-то другое. Давайте тогда что-то... Ну, то есть, знаете, такой вот легкий смокий айс. Мне кажется, неплохо. Так, тут у нас идут квадратики. К сожалению, очень часто бывает проблема, когда накладывается одно на второе, и потом видны квадратики на лице. Вот давайте легкий-легкий румянец. И какие-нибудь тебе симпатичные губки возьмем. Наверное, вот такой вот бежевый вариант. Теперь осталось только волосы подобрать. И это вечный геморрой, потому что ты никогда не знаешь, какой у нас будет персонаж. То есть, в зависимости от волос, зачастую я отталкиваюсь сначала, ну, выберу какие-нибудь волосы персонажу, а только потом уже начинаю подбирать под нее прически. Хочется ей какие-то, наверное, какую-то необычную, длинную, может быть, какую-нибудь интересную укладку, раз мы же с вами уже делаем тут какого-то такого вот необычного персонажа. Тем не не очень на ней нравится. Будет вообще забавно, если мы в итоге остановимся на коротких волосах. Вот такая у нас прическа есть, но мне кажется, ей скорее подойдет что-то более бунтарское. Нет. Оно как-то странно на тебе выглядит. Ну, вот опять, кстати, тот же вариант, как я и говорила. Эти все прически на сайтах выглядят очень круто. А ты их скачиваешь и... ну, такое, как говорится. Этой, кстати, не очень прическа идет, ей нужно что-то более узенькое. Что-то такое вот... Ну, вот это одна из моих любимых причесок, которая очень сильно глючит вблизи. Так, можно что-то одно, эту мы тоже уже выбирали. Хвостики, мне кажется, ей не подойдут. Мне одна из предыдущих причесок понравилась, такая вот наверх поднятая, потому что, ну, длинные волосы мы достаточно часто выбираем персонажем, а вот хочется что-то такое вот задорное, веселое, короткое, такая вот стрижка какой-нибудь, знаете, такой вот плохой девчонки. Так, что у нас есть еще интересное? Ну, это длинные волосы. Эти, получается, ну, такая короткая стрижка достаточно. А давайте попробуем взять для нее вот такую прическу. Я ее скачивала, помню, в одном из паков, связанных что-то типа киберпанка и так далее. Мне кажется, мы можем сделать из нее такую клубную тусовочную девчонку, которая ходит по всяким таким вот закрытым вечеринкам. Кстати, знаете, что она мне сразу напомнила? Нео Кэб. Помните такую классную игрушку? Вот почему-то у меня эта прическа с Нео Кэбом ассоциируется. Если вы, кстати, не видели Нео Кэб, рекомендую глянуть. И давайте выберем для нее такое вот необычное тату. Я предлагаю взять для нее какую-то коротенькую такую вот футболочку, топик, какие-нибудь узкие джинсики, наверное, и какие-нибудь футуристичные ботинки. Ну, то есть, знаете, девчонка, которая у нас посещает всякие такие вот... Нет, мы тебе возьмем, наверное, что-то коротенькое. Может быть... Нет, курточку такую мы тебе брать не будем. Сразу же татуировка закрывается. То есть, девчонка, которая ходит действительно... Может быть, она диджей. Может быть, она ходит по каким-то таким вот закрытым мероприятиям, закрытым вечеринкам. Может, где-то выступает. Нет, это тебе не подойдет. Что-то... Ну, вот, может быть, что-то типа такого. Нет, 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 нет. Нам нужно что-то поинтереснее. Хочется что-то с открытыми руками? Нет, давайте посмотрим, что я накачивала. Я скачивала достаточно много различных интересных вещей. И я думаю, что мы по-любому для нее что-то подберем. И я бы брала как раз вот в таких вот... Например, вот голубой такой вот яркий цвет и розовый. Я понимаю, что оно, может быть, смотрится немного бессвязно, что ли. Хотя, если это какая-нибудь тусовка, вечеринка, то почему бессвязно? Тут можно любые правила нарушать. Значит, нам нужна какая-нибудь коротенькая интересная кофточка. Что-нибудь такое прям... Ну, посмотрим, что у нас тут есть из таких вот цветов. Не, не подходит. Мне нужен именно такой вот бирюзовый. Нет, это тоже не вариант. Может быть, какая-то совсем короткая кофточка. Нет, это что-то порванное. Хотя, порванное ей бы тоже пошло. Блин, ну вот если бы не вот эти какие-то грибочки или деревья на фоне, то мне кажется, она бы классно, кстати, ей бы подошла. Но нет, к сожалению, не то, что мне нужно. Раз еще я решила пойти по розовому и голубому, мне кажется, что в таком прикиде ее действительно будет сложно не заметить в каком-то ночном клубе. Раз я выбрала для нее розовый верх, кстати, вот этот верх можно разъединять, смотрите. И в итоге у нас получается вот такая вот... Подожди, что-то у тебя вдруг талия уменьшилась. Давайте вот такой вот ей оставим вариант тела. Значит, у нее тут такая вот сетчатый топик получается. И наверх она может... Подожди-ка, давай вот лучше так сделаем. А наверх я ей набросила вот такую вот розовую курточку. К сожалению, она есть еще в бирюзовом варианте, но там бирюзовый такой вот, знаете, как будто бы грязный. И мне кажется, он бы ей не подошел. Ну и такие вот брюки с различными нашивками. Опять-таки, раз она у нас ходит на какие-то тусовки, она очень любит привлекать внимание. Как бы ей еще и привлечь его. Еще и нашивки всякие. Можно, конечно, взять и вот такие вот яркие... Слушайте, по-моему, это... Так, ноги мы тебе немножко уменьшим. По-моему, это просто идеальные кедокроссовки для этой дамочки. Но давайте еще посмотрим. Может быть, у меня что-то есть еще интересное. О, мои любимые кроссовки. Вот эти вот. Но мне кажется, мы их достаточно часто используем. Что-то прям уж футуристичное, я так понимаю, ей не подойдет. Потому что... Не, ботинки точно нет. И у меня тут где-то были такие вот футуристичные... Не, ну она как-то странно в них выглядит, согласитесь. Я изначально думала, что мы будем делать, может быть, на основе вот этих ботинок. Но, не-не-не, они грубовато выглядят. Я думаю, что как раз вот те кеды ей подойдут просто шикарно. Не, эти кроссовки тоже мне не очень нравятся. А вот эти... Ну, тоже как-то не очень. А где мои любимые такие вот у меня есть? Очень странные. Ну, есть вот, например, с пуделями. Но я не очень хочу их использовать. Где-то у меня тут были мои любимые ботинки. Такие очень странные. Вот. Вот эти. Но я думаю, что это будет совсем перегиб, и ее точно потом из клуба не выпустят. Скажут, девушка, вы настолько странно выглядите, что мы, скорее всего, вас не выпустим. Пожалуйста, оставайтесь у нас в клубе. Будете привлекать клиентов. Ну вот, в принципе, смотрите. Достаточно симпатичные вот эти кроссовочки. Я же вам говорю, раз она у нас диджей, то ей надо прям вот как хочешь, не хочешь, а привлекать внимание. Ну, она выбрала немного такой вот странный способ. Яркая, необычная одежда. Но, с другой стороны, может быть, она у нас какая-нибудь диджей пинки, диджей... О, смотрите, практически идеальные для нее наушники. Нет, с оранжевым не хочу брать. Наверное, мы вот эти возьмем. Вот, допустим, она у нас диджей, действительно, в ночном клубе. Она у нас выступает. Ну и, как вы видите, выглядит, на мой взгляд, она очень даже неплохо. Вы представляете, только что захожу в галерею и не могу найти этого персонажа. Вот она как будто бы испарилась. Но я обновила галерею, и она снова появилась. Итак, наша ой-ой изначально выглядела вот так. Знаете, вообще стильная девушка, стильная дамочка. Но мы самую малость с ней поработали. И в итоге у нас получился вот такой вот персонажец. Что, ребята, думаете, как вам она? Мне лично очень нравится. Надеюсь, друзья мои, вам понравилась эта серия. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся уже в ближайших выпусках очень-очень скоро. Хорошего вам настроения, добра позитива. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok